Но если мы не знаем историю нашей, то я хочу сказать Ешуа Вперед, это чувствовать ты Но я тогда, однако, тогда я впереди Аллилуйя, дорогие друзья Аллилуйя, дорогой Господь, Бог наш и Цариныш Мы благословляем Твое Святое Имя И мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь нас собрал У Тебя есть цель для нашего пребывания здесь У Тебя есть дары, у Тебя есть откровения И мы просим Тебя, Господь, чтобы мы открывали свои сердца Для того, чтобы Ты мог вкладывать то, что Ты приготовил для нас сегодня И пусть всякое слово, звучащее здесь, будет приправлено солью Во имя Ешуа, Мессии Амин Ну что? С чего начнем? Опять Баришит Барайлахим Кстати, вы знаете, что Баришит можно перевести не только в начале, но и ради начала Новый Завет говорит, все сотворено им, через него и для него Так вот, для начала, для него, он есть начаток То есть мир сотворен им, для него, через него А начатком также еще является Израиль Мы являемся начатком первенцев Мир сотворен для нас, представляете? Если мы в нем, конечно Ну это так, к слову Значит Извлекая драгоценное из ничтожного Да, вот Фраза такая Вроде бы знакомая у всех на слуху Но Не совсем понятная Если начнем задавать вопросы О чем драгоценном идет речь И из чего ничтожного Я должен в навозе покопаться, чтобы что-то достать Или, скажем, или перелопатить кучу земли, чтобы найти кусочек золота Или нырнуть за какой-то раковиной, чтобы достать жемчужину На самом деле, все намного проще, если мы обращаемся к Писанию И смотрим, какие же там использованы слова Когда речь идет о драгоценном Речь идет о чем-то ценном, важном, признанном Когда речь идет о ничтожном Там стоит слово, которое означает пренебрегаемое И когда мы читаем, имея в сознании вот именно эти значения слов То мы понимаем, что речь идет не о каких-то материальных благах Речь идет о людях Есть люди важные, знатные А есть люди ничтожные и пренебрегаемые И чтобы было понятно, как мы смотрим на человека Как Бог смотрит на человека Вот знаете, почему Бог запретил убийство человека Как Бог это определил Когда он дал эту заповедь Он сказал, нельзя убивать, потому что в человеке образ Божий Как мы можем в этом удостовериться Знаете, вот в любом цивилизованном государстве Убийство даже бомжа будет расцениваться Так же, как и убийство президента или какого-то министра Ну, понятно, что за министра, за президента будут искать очень сильно За бомжа не сильно Но если найдут, наказание будет такое же, как за убийство любого другого ценного гражданина Но бомж людьми пренебрегаем Но убийство даже бомжа – это грех Грех, достойный смерти Почему? Потому что так говорит Господь Для него ценно, что в каждом из нас есть его образ Даже в бомже Вопрос подобия – это уже вопрос нашего преображения Потому что Писание говорит, что мы должны преобразовываться Преобразовываться из образа в образ, глядя на Господа Чтобы достичь полноты возраста Мессии Полнота возраста Мессии – это что значит? Те, кому больше 34-х, уже достигли? Это тоже спорный вопрос Это к тому, чтобы задуматься А, собственно говоря, что значит полнота возраста Мессии? А полнота возраста Мессии – это, собственно, характер Мессии То есть в нем мы достигаем этого подобия И, собственно, вот это место, о котором говорится Значит, это Иеремия, 15 глава, 18-21 За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Это Иеремия спрашивает Всевышнего Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? Я думаю, что многие из нас рано или поздно попадали в такие жизненные обстоятельства Где у нас возникал вопрос Боже, где ты? Что со мной происходит? Я вроде бы все делаю правильно Вроде бы вижу цель Вроде стараюсь Но почему это происходит? И вот Господь отвечает На себе так, сказал Господь Если ты обратишься или вернешься То я восставлю или поставлю тебя И будешь предстоять пред лицом моим И если извлечешь драгоценное из ничтожного А мы уже выяснили, что речь идет о людях То будешь, как мои уста Они сами будут обращаться к тебе А не ты будешь обращаться к ним И эта фраза подтверждает, что речь действительно идет о людях И я сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной Они будут ратовать против тебя Но не одолеют тебя Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя Говорит Господь И спасу тебя от руки злых И избавлю тебя от руки притеснителей И вот размышляя на тему Извлекая драгоценное из ничтожного У меня появилась одна такая интересная мысль Я хочу сейчас ее просто наглядно продемонстрировать Это яблоко отделено для определенной цели Это вот знаете, как вот овца Это животное чистое или не чистое А если с пятном или пороком Так чистое, не чистое, пригодное, непригодное Когда мы говорим о кашруте Мы обычно о таких моментах не размышляем Овца тоже может быть не кошерной Свинья, обещая травина Станет кошерной, когда мессия придет Вы в курсе, что он уже пришел? Я сейчас покажу, не все даже увидят отсюда Все видят, что я в руках держу Малое, ничтожное, настолько ничтожное Что его даже не всегда можно разглядеть Ну вот я вам показывал А вот целое яблоко Вы знаете, откуда оно происходит? Вот из того малого, ничтожного Что я вам показывал А в чем разница? Разница определяется как минимум Двумя параметрами Время и труд То есть имея просто семечко Получить яблоко Это не факт Писание четко говорит, что Бог дает семя Сеющему То есть семя для чего? Для того, чтобы его сеять Семя сеющему и хлеб в пищу То есть на то время, пока оно посеяно И мы трудимся, чтобы выросло И получился какой-то урожай Бог дает нам какое-то обеспечение Чтобы мы с голоду не умерли И вы знаете, размышляя об этом Я хотел бы вам немножечко напомнить Одну очень интересную историю Мы говорим о незначимом Вы знаете, что В истории нашего народа Есть три патриарха Три фундаментальных камня На которых базируется На которых построил Господь Народ Израиля Свой народ Это Авраам, Ицхак, Яков И мы много знаем за Авраама Мы много знаем за Ицхака И много знаем за Якова А за кого меньше мы знаем? За Ицхака Чем он знаменит? Каким образом он удостоился Войти в эту тройку? Чем он так круто прославился? Замечательно Не покидал? Хорошо женился Кто помог? Папа, да Это, кстати, вот Если говорить с молодежью То Ицхак в этом плане Очень хороший пример И Яков, кстати, тоже Потому что они были послушны родителям И приняли тех Кого родители предложили Но все это обустроил Бог Но это тоже отдельная тема Так вот Я хочу немножко пройтись По жизни Ицхака Чтобы мы поняли Что на самом деле Знаете, как Ишо сказал Что Царство Божье Оно подобно Трем мерам муки В которую Хозяйка положила Закваску Закваски На самом деле Немного Потому что В другом месте Апостол Павел Говорит, что Малая закваска Квасит все тесто Но он говорит О грехе Среди верующих О неправильном Образе жизни Но он Использует Вот именно Тот самый принцип Который Ишо применяет В отношении Царства Божьего Чему Чему подоблю Царство Божье Трем мерам муки И вот Три меры муки Авраам, Ицхак, Яков В них Была заложена Некая Малая Закваска И благодаря этому Израиль Появился На свет На исторической Арене Как народ Как народ Представляющий Должный Представлять Всевышнего И вот Немножечко Давайте Пройдемся По биографии Самого Ицхака Я хочу Обратить Внимание Ваше На некоторые Моменты Его жизни Потому что Действительно О нем Очень мало Говорят И он Как бы Пренебрегаем В этом Плане Значит Бытие 25.11 По смерти Авраама Бог Благословил Ицхака Сына Его Ицхак Жил При Берлехай Раи Бог Благословил Ицхака После смерти Авраама Вопрос Когда Сразу Через Год Через Два Через Пять Что Случилось И когда Это Благословение Раскрылось Через Двадцать Лет Хороший Ответ А что Случилось Через Двадцать Лет Ну Хорошо Давайте Мы Посмотрим Значит Бытие 25.19.20 Вот Родословие Ицхака Сына Аврамова Аврам Родил Ицхака Ицхак Был Сорока Лет Когда Он Взял Себе В Жену Ривку То есть Ему Было Сорок Лет Когда Он Взял Жену Ривку Да Это Еще Было При Авраме Аврам Был Жив Так Бытие 25.26 Потом Вышел Брат Его Здесь Идет Речь О Рождении Детей Ицхака Потом Вышел Брат Его Держась Рукою Своей Запятой Исавы Наречено Ему Имя Яков Ицхак Же Был 60 Лет Когда Они Родились И Это Было Уже Позже 20 Лет Жизни В браке Можно назвать Благословенными Годами Ну Смотря Как На Это Посмотреть Но На Данный Момент Писание Не Акцентирует Внимание На То Что Бог Благословил Ицхака Дальше Другая История Это Уже 26 Глава Был Голод В земле Сверх Прежнего Голода Который Был Во дни Аврама И пошел Ицхак Ковимелеху Царю Филистимскому В Герар Господь Ивился Ему И сказал Не Ходи В Египет Живи В земле О которой Я Скажу Тебе Странствуй По сей Земле Я Буду С тобою И Благословлю Тебя На Этот Момент Что Мы Видим Бог Уже Благословил Или Еще Обещает Благословить Еще Обещает Дети Уже Есть Или Нет Кто Сказал Есть И Почему Аргументируйте Только Потому Что Двадцать Пятые Не Родились А В Двадцать Шестой Бог Обещает У Меня Возникает Интересный Вопрос Приходит Ицхак С Ривкой Со Всем Своим Домом И С двумя Сыновьями Ковимелеху И Говорит Это Моя Сестра Причем Нужно Понимать Что Города Были Не Такие Как Сейчас Там Такая Интересная Картина А Вимелех Посмотрел Из окна Своего Дома И Увидел Ицхака Играющего С ривкой И Говорит Она Твоя Жена Она Не Сестра Ты Чуть Было В Грех Не Ввел Нас Вопрос Можно Ли Было Ее Представить Как Сестру Если Дети Были Это Было Бы Достаточно Сложно Понимаете То Получается Что Когда Было И Это Происходило Как Раз Вот В Этом Промежутке От Женитьбы До Рождения Детей В Первые 20 Лет И Бог В Этот Перед Еще Обещает Благословить Значит Интересно За что Бог Обещает Благословить Ицхака За то Что Авраам Послушал Согласа Моего И Соблюдал Что Мною Заповедано Было Соблюдать Повеления Мои Уставы Мои И Законы Мои То Есть Заслуг Не Было Никаких Бог Вообще Заслуги Благословляет Или Как Как Какого А Если Нет Отца С Заслугами Значит Вот Находясь Герария Это 12 Стих 26 Главы И Сеял Ицхак В той Земле И Получил В тот Год Ячменя Во сто Крат Так Благословил Его Господь И Стал Великим Человек Сей И Возвеличивался Больше И Больше До Того Что Стал Весьма Великим Так Благословил Его Господь То Сначала Он Обещает А потом Благословляет Но я Хочу Обратить Ваше Внимание На Обстоятельства Этих Событий Начало Этой Главы Когда Они Спустились В Герар Написано Был Голод В этой Земле Ой Засуха Была Засуха И Вот Представьте Себе Засуха А кто Кто-то Выходит И Сеет Что Вы По Этому Поводу В лучшем Случае Подумаете В худшем Случа Скажете Да Вариантов Ответов Много И не все Они Лесны Об этом Человеке Но Это Сделал Ицхак Господь Ему Сказал Живи В этой Земле И Никуда Не Уходи Ну Он Думает Ну Раз Делать Нечего Попробую Я Посею Он Был Пастухом Он Решил Скажем Так Сменить Сферу Бизнеса И Собственно Ну Не знаю Или Он Не Еврей Или Он Руководствовался Какими Другими Мотивами Но Он Сеял В Засуху И Вопрос Какой Он Получил Урожай Во Сто Крат Вы Знаете Что Цифра Сто В В данном Случае В отношении Ячменя О чем Она нам Свидетельствует Это очень Интересный Факт Когда-то Я Уребе Подслушал Эту идею Она Мне Реально Очень Понравилась Злаки Это Такие Культуры Которые Вот Один Колосок Ты Семечко Посеял Зерно Вырастает Колос На Колосе Всегда Будет Количество Зерен Кратно Трем То есть Три Шесть Девять Двенадцать Пятнадцать Девяносто Девять Сто Два Сто Не Может Быть Никогда То есть Цифра Сто В данном Случае Она Свидетельствует О сверхъестественности Урожая А теперь Давайте Подумаем Собственно Говоря А каким Образом Ну понятно Если Бог Благословит То оно Вырастет Из асфальта Но Так ли На самом Деле Часто Ли Бог Ну настолько Радикально Поступает Вопреки Своей Природе И природе Тех законов По которым Существует Этот мир Если Я Захочу Посеять На асфальте У меня Однозначно Ничего Не вырастет И Нужно Понимать Что Знаете Вот я Имею Некоторый Предпринимательский Опыт И я Понимаю Что Если Например Я Закупил Какой-то Материал Для Будущих Заказов Их Еще нет Но Материал Я Закупил И Однозначно Буду Стараться Найти Заказы Я Не Оставлю Его Вот так Вот Лежать А Иди Знай Вдруг Когда Нибудь Что Нибудь Выстрелит Я Буду Стараться Создавать Условия Чтобы Заказы Появились Чтобы Этот Материал Был И И Чтобы Я Получил Свою Прибыль Как Минимум Чтобы Вернул Своё Если Расклад На Рынке Не Очень И Как Вы Думаете Ицхак Вложился И Просто Сидел Наблюдал Во Время Засухи Что С Ицхак По всей Видимости Все Таки Прикладывал Определенные Усилия Чтобы Доставить Воду Мы Видим Чем Он Занимался Дальше Ну Собственно После Этого Я Думаю И Во Время Этого Значит У Него Были Стада Мелкого И Крупного Скота Множество Пахотных Полей И Филистимли Не Стали Завидовать Ему И Все Колодези Которые Выкопали Рабы Отца Его При Жизни Отца Его Авраама Филистимли Не Завалили Засыпали Землею И Авимилех Сказал Ицхаку Удались От Нас Ну Пару Строк Пропустим И Копали Рабы Ицхака В долине И Нашли Там Колодец Воды Живой И Спорили Пастухи Герарские С Пастухами Ицхака Говоря Наша Вода И Он Нарек Колодецю Имя Эсек Потому Что Спорили С ним Выкопали Другой Колодец Короче Тут История Целая Череда Различных Колодцев Там Наконец Появился Колодец О котором Уже Никто Не Спорил Его Назвали Реховод Это Буквально Просторы На Иврите Рехов Это Улица То есть Это Некое Пространство Между Зданиями Значит Реховод Это Пространство Во Множественном Числе Значит И вот В ту ночь Вился Ему Господь И сказал Я Бог Авраама Отца Твоего Не бойся Ибо Я С тобою И Благословлю Тебя И Умножу Потомство Твое Ради Авраама Раба Твоего И он Устроил Там Жертвенник И призвал Имя Господа И Раскинул Там Шатер Свой И Выкопали Там Рабы Ицхака Колодец То есть Целая Череда Колодцев Но Одни Колодцы Это Восстановление Колодцев Авраама Восстановление Тех Источников Которые Авраам Открыл И Потом Он Переходит На другой Уровень И начинает Копать Свои Колодцы Свои Источники То есть Смотрите Вот Это Его Ярко Выраженное Качество Сохранить Наследие Сохранить Откровение Которое Он Получил От Авраама И Встречая С Богом Получать От Бога Что-то Новое Это Очень Важное Очень Качественно Классное Такое Качество Которое Мы можем Увидеть У Ицхака И Мы Видим Что На самом Деле Результатом Того Сверхъестественного Благословения Того Урожая Востократ Этот Результат Пришел Благодаря Тому Что Ицхак Не сидел С ложа Руки То есть Как мы Говорили Вначале От Семени До Урожая Есть Время Есть Труд И Этот Труд Был Благословенным Господом Результат Превзошел Все Ожидания И Риме 33 3 Воззови Ко Мне И Я Отвечу Тебе Покажу Тебе Великое Недоступное Чего Ты Не Знаешь И Вы Знаете Все Мы Действительно Переживаем Различные Жизненные Периоды И Бывают Такие Затишья Которые Ну Вот Реально Руки Опускаются И ты Не Понимаешь Что Происходит Если Мы Вспомним Книгу Иова Так Это Вообще Бог Хвалится Этим Человеком Перед Всеми Ангелами Тем Что Это Действительно Человек Достойный Уважения Внимания Того Чтобы Обратили Ангелы Внимание Свое На этого Человека И даже Внимание Сатана Привлекает Говорит Посмотри Видел ли Ты Как он Тебе Но Это Отдельная История Если Сейчас Мы Начнем Говорить Про Иова Это Будет Долго А Времени Мало Так Вот К чему Я Все Это Веду Бывает Действительно Такое Что По Какой То Причине У Нас Не Ладится И Мы Думаем А вообще Я В том Месте А вообще Я Как бы Тем Делом Занимаюсь Или Не Тем И Возникает Искушение Плюнуть Развернуться И пойти Заниматься Чем То Помните Как ученики Когда Ишо Был Распят Но Они Еще Не Были Осведомлены Что Он Вот Таки Да Воскрес Помните Что Они Пошли Делать Они Вернулись К Своему Бизнесу Ловить Рыбу Ну По Крайней Мере Рыбаки Я Думаю Что Левия Уже Не Приняли В Налоговую Инспекцию Обратно Но Рыбаки Потому Что Они Не Работали На Кого То Они Работали На Себя Поэтому Если Есть Возможность Быть Свободным Воспользуйтесь Этой Возможностью Псалом 36 16 Малая У Праведника Лучше Богатства Многих Нечестивых Мы Иногда Смотрим На Тот Успех Которого Мы Достигаем И Пытаемся Сравнивать Его С Чим То Успехом И Смотрим И Тоже Опускаются Руки Вопрос Насколько Это Правильное Поведение На Самом Деле Мы Во-первых Не Должны Сравнивать Себя С кем То Сегодня Фраза Шикарная Прозвучала Про Рэбу Зусю Меня Не Спросят Почему Я Не Был Маше Или Другим Праведником Меня Спросят Почему Я Не Был Рэб Зуси И На самом Если Этого Откровения Не Будет То Очень Легко Можно Будет Разрушить Жизнь Такого Человека Я Когда-то Прочитал Одну Интересную Книжку Называется Первородство Сейчас Не Помню Кто Автор Там Первая Глава Называлась Христианин Кто Ты И Автор Подает Такую Интересную Идею Как Себя Люди Идентифицируют Очень Часто Люди Себя Идентифицируют И Связывают С тем Что Они Имеют Водитель Имеет Машину Спрашиваешь Ты Кто Я Водитель Забери У него Машину Ну Вот Разбилась Машина Кто Ты Теперь Да Это Бог Есть Мама У Которая Есть Дети К Сожалению Случается Такое Дети Уходят Раньше Своих Родителей Ты Кто Что Может Ответить Эта Женщина Если У нее Теперь Нет Детей Понимаете Когда Мы Себя Связываем С тем Что У нас Есть Мы Очень Сильно Рискуем Потерпеть Крушение Но Суть Того Послания Той Книги Была В том Что Мы Дети Божьи То Мы Себя Идентифицируем Не с тем Что Мы Имеем А с тем Кем Мы Являемся И Когда Мы Действительно Знаем Кем Мы Являемся Если Мы Знаем Что Мы Дети Божьи Кто Может Лишить Нас Этого Статуса У Нас Нас Можно Забрать Все И Даже Жизнь Но Вот Это Отцовство То Что Мы Дети Божьи У Нас Никто Не Может Отнять И Если Мы Имеем Это Откровение Полученное В Личных Отношениях Это На самом Деле Очень Круто Если Мы Посмотрим В двух Словах За Иова Если Мы Посмотрим Что С ним Вначале Происходит Он Потихонечку Лишается Всего Что У Него Есть Но В конце Книги Он Сам Говорит Перед Всевышним Раньше Я О Тебе Только Слухом Слышал А Теперь Глазами Своими Вижу То Есть Потеряв Все Он Смог Обрести Те Близкие Личные Отношения С Творцом Которые Собственно Говоря Ему И Нужны Были Да У Иова Все Было Хорошо Но Бог Видел Что Что То Может Быть Лучше В Его Жизни Луки 12 Глава 32 Стих Не Бойся Малое Стадо Ибо Отец Ваш Благоволил Дать Вам Царство Кто Это Малое Стадо На данный Момент Это Мы И Вы Знаете Это Очень Интересное Обетование Мы Малое Стадо Другом Другом Месте Писание Говорит Что Ты Приготовил Нас Как Овец Обреченных На Заклание Кто Хочет Быть Овцой Обреченной На Заклание Знаете Когда-то У меня Такой Навязчивый Образ Был Читая Определенные Места Писания Помните Когда Ишуа Решила Мыть Ноги Своим Ученикам И Петр Говорит Да Не Будет Этого Вовек Ишуа Говорит Если Я Тебе Не Умою Ноги То Ты Не Можешь Войти В Царствие Мое Вы Уже Словом Очищены Ваши Внутренности Уже Словом Очищены Вам Осталось Только Ноги Вымыть А Что Происходит Жертва Всесожжения Жертву Всесожжения На самом Деле Разделывали И Омывали Внутренности Да Сжигалась Она Целиком Но Ее Расчленяли Внутренности Омывали И Ноги Омывали По Отдельности Все Это Делалось И Вы Знаете Такой Образ Вот В связи Со Словами Ты Приготовил Нас Как Овец Обреченных На Заклание Знаете Вот Такое Ощущение Что Ишуа Учеников Приготовил Жертву Звучит Страшно Но Если Он Сам Стал Жертвой За Нас И Приготовил Для Нас Путь По Которому Он Прошел Первым Как Вы Думаете Кем Мы Являемся Тогда Причем Я Подчеркну Что Здесь Значение Слова Жертва Не Так Как Это Мир Воспринимает Типа Я Стал Жертвой Разбоя Нет Это Не Жертва Это Пострадавший Потерпевший Жертва Это На самом Деле Что То Ценное В Глазах Бога И В Наших Глазах Но Просто Цель Вот Александр Затронул Этот Момент Но Он Не Ответил На самом Деле О чем Шла Речь На самом Деле Если Мы Понимаем Что Жертва Во-первых Нужна Не Богу Потому Что Бога Мы Ничем Не Можем Удивить Жертва Нужна Нам Но Что Она Нам Показывает Мне Очень Когда-то Понравилось Когда Я Учился В Мжи Бяй И Дмитрий Юткевич У нас Как Раз Нам Пытался Рассказать Про То Что Что Жертва Значит А я Сидел За Первой Парты У Него Литровый Пакет Сока Он Ставит Говорит Хочешь Говорю Хочу Он Говорит 100 Долларов Я Говорю Не Хочу Говорит Хорошо Меняем Условия Ты Уже Две Недели В Пустыне Не Ел Не Пил Хочешь Хочу 100 Долларов Я Так Ну Были Бы Да Он Говорит Что Изменилось Что На самом Деле Изменилось Изменилась Моя Потребность В Этом И Понимаете В Одних Условиях Я Не Готов Дать 100 Долларов В Других Условиях Я Готов Долларов Потому Что Мне Это Действительно Нужно И Вот Ценность Жертвы Она Показывает Нам Что С Чем Мы Готовы Расстаться Что Мы Готовы Заплатить Для Того Чтобы Приблизиться К Господу Если Я Даю Три Рубля Я Готов Расстаться С Тремя Рублями Но Предложи Мне Цену В 100 Долларов Соглашусь Ли Я Встречаться С И Вы Знаете Когда-то Тоже Знаете Вот Это Известное Место Что Те У Кого Будет Начертание На Руке И На Челе Они Не Смогут Ни Покупать Ни Продавать Да Здесь Речь Идет О Начертании Зверя А Когда-то О Том Совершенном Ангеле Люцифере Который Спал С Неба Написано От Избытка Торговли Твоей Надмилось Сердце Твое У меня Возник Вопрос Чем И Кем В Эдемском Саду Можно Было Торговать Чьими Ну Да Он Свои Яйца Продал И Почем Ну Понимаете Речь Идет Не о Той Торговле Которой Мы Обычно Говорим Что Торговля Бизнес Речь Идет О Внутренней Торговле Это Как С Одним Моим Другом Мы Называем Мы Включаем Мышление Калькулятора То Я Считаю Мне Делают Предложение А я Считаю Насколько Мне Это Выгодно И Вот Люцифер Внутри Своего Сердца Начал Считать Насколько Ему Выгодно Быть Первым Ангелом У Всевышнего Может Быть Есть Более Выгодные Варианты Внутренняя Торговля Выгодно Это Мне Или Не Выгодно А Теперь Смотрите Начертание На руку И Начало Всевышний Тоже Заповедал Некие Моменты Напоминающие Нам О Начертаниях На руку И Начало Это Здесь И Это Здесь И Я Вижу В этом Образ Мыслей И Образ Действия Поскольку Тора Обязывает Благочестивого Иудея Обязывать Свой Лоб То есть Разум Словом Всевышнего Торы И Свою Руку Словом Всевышнего Торы Это Очевидно Указание На то Что Человек Божий Должен Руководствоваться Образом Мыслей И Образом Действий Всевышнего И Таким Образом Мы Уподобляемся Мессии А Теперь Смотрим В книге Откровений Человек Получает Начертание От Зверя На руку И На чело И Это Образ Мыслей И Образ Действий Нечестивого Человека Богоненавистника Который Может Торговаться С Богом И Торгуется С Богом Бог приходит И говорит Пошли Со мной А что Я с этого Буду иметь Очень Знакомая Фраза В Одессе А что Я с этого Буду иметь Вы знаете На самом Деле Задавать Богу Такой Вопрос В принципе Неплохо Ученики Задали Этот Вопрос Кстати Тоже Очень Интересная Тема Вот Надо Внимательно Читать Писание Помните Они Спросили А что Мы Будем Иметь Если Мы Оставили И Он Говорит Что Тот Кто Оставил Ради Меня Евангелие Там Дом Бизнес Жену Детей Все Получит Во сто Крат Больше Я задаю Вопрос Опа Если Я оставлю Жену Я получу Сто Ну Это Уже Как-то Исламом Попахивает И Вы знаете Если Мы Сравним Эти Вот Эти Вот Слова Ишуа Они В разных Евангелиях Находятся И Если Мы Их Сравним Мы Увидим Что При том Что Ишуа Говорит О том Что Можно Оставить И Жену Когда Он Говорит Вот В одном Евангелии Он Не Говорит Конкретно А в другом Он Когда Перечисляет Что же Ты Получишь Там Нет Дополнительных Жен Даже Одной Дополнительной Жены То есть На самом Деле Жену Можно Оставить Ради Евангелия Но Только В том Случа Если Господь Повелит Я не знаю Это Должны Быть Какие-то Очень Исключительные Обстоятельства Очень Исключительное Призвание Как На Время Поста И Молитвы Ну Петр Он же Ну Мы Не знаем Он Возил Собою Жену Не Возил Я думаю Что Были Случаи Когда Оставляли Я Например Вчера Вечером Оставил Жену И Ребенка Но Не Навсегда Да Как И Это Не Значит Что Здесь Я Получу Сто Понимаете Господь Не Обещает Он Говорит Оставить Можешь Но Получить Вот Дома Да Я Пришел Тут И Дом И Стол И Все Что Необходимо А вот Жены Нет Так Что На самом Деле Господь Что Говорил То Имел Ввиду Там Все Четко Поэтому Готовы Ли Мы Не Торговаться С Господом Когда Он Нас Чему То Призывает Вы Знаете Вот Очень Полезно Размышлять О Не Только О Субботних Днях О Субботних Годах Я Как-то Начал Для себя Изучать Эту Тему Мне Было Интересно Что Год Год Шмид Это Каждый Седьмой Год И Год Йовэль И Каждый Седьмой Год Евреи Не Должны Были Засевать Землю А вот Цикл Такой Идет По 7 7 По 7 49 И В 50 Год Это Год Йовэль Не Должны Были Засевать То Два Года Не Работать Вообще Вот В Общепринятом Смысле Не Заниматься Сельским Хозяйством Вот У меня Вопрос Ну Знаете Бывает Человеку Задаешь Вопрос А как У тебя Насчет Шабата Ты Посвящаешь Этот День Господу И Для Многих Людей Это Проблема Слава Богу Господь За Это Не Наказывает Вот Так Вот Жестко Как Ну Нужно Понимать Что За Этим Следует Не Наказание А Ну Если Нам Любимый Назначил Свидание А мы Не Пришли Это Та Цена Которую Мы Готовы Заплатить И Вот Субботний День Это Одно А вот Субботний Год Вот Шесть Лет Поработал А седьмой Посвяти Служению Господу Кто Готов А Если Выпадает Сорок Девятый Пятидесятый Два Года Надо Кто Готов Оторваться От Своих Привычных Будней Серых И Погрузиться В праздник Общения С Господом Знаете Я Когда-то Увидел В своей Жизни Что Ну Это Я Не Хвалюсь Жизнь Так Сложилась И Я Понял Что Я Так И Да Когда Я Приехал В МЖБи Кстати Хочу Поздравить Тех Кто Учился В МЖБи Два Года Отучился Честно Законно Кто Больше Учился Еще Круче Так Вот Два Года На самом Деле И Знаете Были Времена Когда Я Жил На 20 Гривен В неделю Реально У меня Там В комнате Где я Жил Был Небольшой Запас Чая Там Какая-то Крупа Если Я Где-то Мог Заработать 20 Гривен Или Находил 50 100 Гривен Бывало И Это Было Для Меня Счастье Я Шел Покупал Себе Немножко Круп Потому Что Я Знал Что Знаете Студент Обычно Выживает Походами В гости А в гости К сожалению Приглашают Не всегда И На самом Деле Для меня Первые Полгода Было Серьезным Испытанием Но Я Знал Что Меня Господь Призвал То есть У меня В этом Не было Никаких Сомнений Поэтому У меня Не было Желания Я помню Был Даже Момент Такой Что Мы С двумя Братьями Выехали Из Украины В Молдову А потом Возвращаться Обратно Тогда Изменилось Законодательство И меня Не хотели Пускать Мне говорят Ну Извини Разворачивайся Езжай Обратно И эти Братья Говорят Ну Ладно А что Мы будем Делать Типа Давай Ждем Там Автобус Сядешь Поедешь Я говорю Да вы что Я не могу Я должен быть В Одессе И один Из этих Братьев Так Вздохнул Пошел Поговорил С пограничником Потом Я через время Узнал Что он Заплатил Ему денег Чтобы на меня Закрыли глаза И пропустили И На самом деле Если Господь Призывает Он может Менять законы Страны И Что кстати Произошло Тогда Вот В моем Случае Законы В Украине Изменились Когда я приехал Я мог Три месяца Побыть Буквально Пересечь Границу И вернуться И без проблем А потом Поменялись Законы И Если я Въехал В Украину Начинается Отчет 90 дней Не 120 дней Из которых Я 90 Короче Не помню А полгода Из которых Я три месяца Могу находиться То есть В течение Полугода Могу выезжать Въезжать А я Получается Заехал На три месяца И должен Выезжать И На домашней Группе Ну как-то Мне надо было Выезжать Уже Чтобы не Оказаться Нарушителем Закона В Украине Я На домашней Группе Говорю Давайте Помолимся Есть Такая Ситуация У нас Тогда Была Одна Сестра Она Была Юрист Она Говорит Я Тебе Распечатаю Этот Закон Чтобы Ты Его Изучил И Понял Что Тебе Делать Хорошо Спасибо Она На шаббат Принесла Распечатку И Я Выехал Значит Вник В этот Закон И Был На шаббате В Кишиневской Общине Сейчас В Молдове Можно Иметь Два Загран Паспорта Если Например Ты Постоянно Работаешь И Тебе Нужно Сдать Куда Чтобы Оформить Визу То Ты Берешь Заказываешь Себе Дубликат И Дубликат Этот Сдаешь И У тебя Получается Фактически Два Законных Паспорта Кроме Того Говорит Сейчас Из Кишинева В Одессу Можно Ехать Всегда Было Два И При этом Он Говорит На Украинской Границе Нет Единой Компьютерной Системы И На каждой Таможне На каждом КПП Своя База Данных Вот Кто Пересекает Они Фиксируют Но Эта Информация Не попадает На Другой КПП И Поэтому Ты По Одному Паспорту Заезжаешь Через Три Месяца Выезжаешь Потом Через Пару Дней По Другому Паспорту Через Ну Законно Ну Скажем Так По крайней Мере Для меня Реально Это был Выход И Интересно Что Это Все Совпало С Изменением Законодательства В Украине И В определенных Неустройствах Изменения Законодательства В Молдове И Некоторое Неустройство В Украине Благодаря Чему Собственно Говоря Я не Нарушая Закона Достигал Тех Целей Ради Которых Я Находился В Одессе С Божьей Помощью Слава Богу Я Закончил МЖБИ Я Женился Я Остался Служить В Одессе И Вот Собственно То Что Я Сейчас Стою Перед Вами Скорее Всего Вряд ли Это Случилось Если Я Вернулся В Кишинев Ну Я Так Думаю Я Думаю Что В нашей Жизни Всегда Я Вспомнил Такое Еврейское Определение Слова Праведник Кто Такой Праведник Праведник Это Тот Кто Всегда Оправдывает Господа Есть Даже Такой Анекдот Когда Абраша Приходит Вечером Из Синагоги Домой И Говорит Сарочка Приготовь Пожалуйста Мне Мой Выходной Костюмчик Мои Ботиночки Красивые Завтра Утром Пойду Куда Ну Не знаю Куда Но Рэб Сказал Кто Рано Встает Тому Бог Дает Все Приготовила Он Встал Пораньше Оделся Обулся Вышел Через Полчаса Возвращается Побитый Ни костюм А ни ботинок Она Спрашивает Дорогой Что Случилось Кто То Встал Раньше То есть Понимаете Какая Логика Потрясающая Не Бог Виноват Не Рэб Который Озвучил Идею Понимаете Как бы Вот Нам бы Всем Вот такое Отношение В нашей жизни Случаются Действительно Страшные Вещи Как мы На это Смотрим О смерти Человека Как мы Смотрим На смерть Человека Мы Плачем Рыдаем А вот Давайте Зададимся Вопросом Послушаем Просто Что Люди Говорят Когда Плакивают Умерших На кого Ты меня Покинул На кого Ты меня Оставила О ком Человек Думает О том Кто Ушел Или О себе О себе Знаете Когда я С ковидом Лежал в больнице И реально Была Депрессия И состояние Такое Вот На кровати Рядом со мной Человек Умер При мне Понимаете Это на второй день Как я туда попал И у меня Состояние Было Очень тяжелое Реально И вот Лежу Я С этими Мыслями И вы Знаете О чем Я думал Я думал Что же Бедная Оля Будет делать С моими Станками Если я Уйду Понимаете А знаете О чем Она Думала В это Время А как Же Он С Надей Будет Обходиться Без Меня То есть Не страх Смерти Понимаете Мышление Вообще Совершенно Другое Когда-то В Кишиневе Мы Познакомились С группой Православных Верующих Которые Ну Вот Реально Верующие Они При том Что они Не выходили Из лона Православной Церкви Они посещали Службы По воскресеньям По праздникам Все как Положено Они Собирались Вот Это была Группа Интеллигенции Художники Писатели Поэты Историки Творческие Люди Реально Цвет Интеллигенции Страны Они Собирались Вместе Изучать Писание У них Были Собрания Молитвенные И вот Одна Ну Так Случилось Что мы Познакомились С ними И они Однажды Предложили Нам Встретиться И пообщаться Знаете Я никогда Не задумывался Об этом Вот Они сказали Вот Попробуйте С неверующими Поговорить О смерти Неверующие Боятся Этой темы И Я вам Скажу Что Если мы На смерть Смотрим Сквозь призму Голговского Креста То Все это Выглядит На самом деле Просто Как дверь Дверь В лучшую Жизнь Это Не конец Это Начало Лучшей Жизни И Поэтому Смерти Бояться Не надо Оно Конечно Не очень Хочется Но Нужно Понимать Что У Бога Времена И сроки И никто По своей Воле Даже Раньше Времени Отсюда Уйти Не может Сколько Безуспешных Самоубийств Вот У меня До покаяния Было Две Очень Глупые Попытки И Я Остался Жив Я не хотел Жить Меня Не устраивала Эта жизнь Которая Жил Выхода Не видел Но У Бога Был Другой Выход И Поэтому Он Не позволил Дьяволу Меня Погубить Понимаете Поэтому Смерть Не страшна А жизнь С Богом С Богом На самом В радость И Очень Важно Это Иметь Всегда В фокусе И Еще Один Момент Тоже Такой Практически Однажды Вот В один Из таких Нелегких Для себя Периодов Я Иду На Работу Молюсь Говорю Господи Ну Вот Где Ты Вот Такие Обстоятельства Где Ты Во Всем Этом А Он Меня Спрашивает А Ты Мне Дал Место В Этом Ты Меня Пригласил В Свою Жизнь Сегодня Чтобы Я Был Здесь С тобой Знаете Мы Очень Часто В суете Об Этом Даже Не Думаем А Господь Он В От Врага Душ Человеческих Он Не Вламывается В Наши Жизни И В Наши Сердца Писание Говорит Позвольте Верою Мессии Вселиться В Ваши Сердца Понимаете От Нас Зависит Будет Ли Бог В Нашей Жизни В Наших Обстоятельствах И Нужно Понимать Что Он Приготовил Для Каждого Из Нас Путь Этот Путь Нелегкий Но У нас Есть Надежда И У Будем Понимать Что Лежа На Диване Никаких Чудес Никаких Изменений Происходить Не Будет Что Этот Путь На самом Деле Это Труд Очень Иногда Тяжелый Труд Но Это Труд Радостный А знаете Чем Отличается Труд Раба От Труда Сына И Наследника Раб Сколько Бо Он Не Трудился Он Понимает Что Перспективы Какого То Роста Каких Кардинальных Изменений В жизни У Него Нет Даже Если Он Станет Управляющим В доме Господина Он Все Равно Остается Рабом А у Сына Есть Надежда Да Сейчас Я Пашу Как Раб Но Придет Время Я Буду Господином Над Всем И Есть Радость В этом Труде Понимаете Я вам Скажу Этот Труд Он Отличается От Труда Адама Который Был Выставлен Потому что То Было Печально Ты Знаешь Что Ты Будешь Трудиться Но Результата Будет Немного И Он Будет Не Очень Вкусный Но Когда Мы Знаем Что Ишуа Грубо Говоря Забрал Этот Плод Надкушенный У Адама С Евой И Вернул Обратно На Древо Своим Телом Мы Понимаем Что Благодаря Тому Что Ишуа Как бы Вернул Все Вспять Он Тем Самым Устранил Того Херувима С мечом Огненным Вращающимся И он Открыл Нам Путь В Божье Присутствие И это Действительно Самая Большая Ценность Знаете Когда я Спрашиваю Иногда Людей А для Чего Вам Вообще Спасение Очень Часто Люди Говорят Чтобы Не попасть В ад И мне Честно Страшно За таких Людей Потому Что По сути Им Спасение Нужно Просто Чтобы Избежать Наказания Большой Вопрос А осознают Ли Они Вообще Что Такое Спасение Ишуа Умер Для того Чтобы Восстановить Наши Отношения С Отцом Ишуа Умер Для того Чтобы Мы Родились Для Бога И Перешли Из Разряда Рабов В Разряд Детей Божьих Да Путь Нелегкий Но Он Временный Понимаете Но Потом Открывается Путь Вечный Точнее Для нас Он Уже Открыт И Писание Говорит Что Будет Открыт Новый Живой Путь Пойдя По Которому Даже Самый Малый Самый Немощный Не Заблудится И Тут Вопрос В доверии Богу Доверяем Ли Мы Ему Или Не Доверяем Верны Ли Мы Ему Или Не Верны Вот Тоже Интересно Проходя Членские Классы Очень Очень Акцентирую Внимание На вопросе Что Такое Стоит из двух Практических Компонентов Это Доверие Богу И Верности В том Что Он Нам Поручил А Когда Пишут Люди Тесты Пишут Стандартно Осуществление Ожидаемого И Уверенность Невидимого Я Говорю А что Это А как Это Насим Спасибо Большое За Внимание Хочу Просто Ободрить Что Как Бы В жизни Вашей В жизни Вашей Общины Не Складывались Обстоятельства Бог С вами Бог С нами И Он Помогает Нам Проходить Этот Путь Главное Не Опускать Руки И Как Говорит Писание Пожнем В свое Время Если Не Ослабеем Но Если Мы Не Знаем История Наш Я Хочу Сказать Наш Наш Субтитры создавал DimaTorzok